Два студента добровольно провели в джунглях три недели без еды и одежды. Они мерзли и голодали, но благодарны этому опыту. Британские студенты, 26-летний Даниэл Алифи и 27-летний Джеймс Майнихан, решили проверить, способны ли они выжить в экстремальных условиях, оказавшись без еды и одежды. Путешествия в джунгли Малайзии они зафиксировали в своих видеодневниках, пишет издание Dail & Mile. Друзья отправились в джунгли Малайзии без еды и одежды, прихватив с собой мачете, кремень, противомоскитную сепку, металлический горшок с водой и аптечку для оказания первой помощи, и видеокамеры. Их путь лежал к озеру, которое они так и не нашли. Через несколько часов вода у друзей закончилась. Надвигалась гроза и надо было спешно готовить укрытие из листьев срубленного дерева. Пока Джеймс искал воду, Даниэл строил убежище. Во время работы он порезал руку и залил края раны суперклеем, пытаясь соединить ткани, но она все равно кровоточила. Рана начала гноиться, и путешественники вышли из джунглей, чтобы на попутной машине доехать до ближайшего населенного пункта. Даниэлу сделали рентген и зашили рану. После этого друзья снова вернулись в джунгли, где провели еще 18 дней. Иногда нам было страшно спать по ночам, потому что в укрытие могло заползти все что угодно, и на следующее утро можно уже не проснуться. Можно наступить на змею в любой момент и не заметить, или умереть от переохлаждения. Путешественники питались ягодами и насекомыми. От постоянного чувства голода они несколько раз теряли сознание. На шестой день они вышли к реке, что подняло им настроение. Наше настроение улучшилось, так как теперь мы можем поймать рыбу, но была одна проблема. Там, где есть рыба, должны быть птицы, но мы не видели и не слышали птиц. Рыбу они тоже не увидели. Джеймс попытался поймать ящерицу, но Даниэл при попытке встать терял сознание. На тринадцатый день они почувствовали онемение в руках и ногах, так как сильно ослабли, и их сердца плохо качали кровь. Следующие два дня они ели червей и жуков. Без одежды мы стали очень уязвимы для укусов комаров. Они заставляли нас чесаться до крови. Ночные дожди поливали нас, и мы дрожали каждую ночь. Мне пришлось делиться теплым телом с Джеймсом, чтобы согреться. На шестнадцатый день студенты покинули тропический лес и двинулись обратно к цивилизации. Они добрались до ближайшей деревни. После отдыха и получения медицинской помощи они отправились в Куала-Лумпур, где провели несколько дней, отъедаясь чипсами, печеньем, пиццей и гамбургерами. Студенты вспоминают, что во время похода они мечтали о том, чтобы найти реку, развести огонь и провести хотя бы одну сухую ночь в укрытии. Больше всего негативных эмоций связано с воспоминанием о холоде после дождя в ночное время, потерей сознания, утомительными переходами и гниющей раны на руке Даниэла. Большинство даже очень азартных людей не захотят оказаться в такой ситуации, говорит Джеймс. Я это сделал, и могу вам сказать, что Малайзия была самым стоящим риском, на который я когда-либо шел. Потому что теперь я могу сказать, что сполна ощутил, что значит жить.